добрый день дорогие мои друзья сегодня по многочисленным вашим просьбам я хочу рассказать вам о книгах чтобы было все побыстрее экономить ваше время я просто расскажу историю их появления на свет и коротко зачем как и почему и так самая первая книжка которая появилась практически в тринадцатом году называлась шьем просто и быстро она содержала в себе диск вот вы видите да и рассказывала о том но о том с чего надо начать и чем надо закончить эта книжка теория здесь и конструирование и моделирование и нестандартная фигура и снятие мерочек и о том и рассказ о том как правильно шить ваши изделия то есть это начало всех начал это основа я считаю эту книжку просто учебником это то здесь рассказано абсолютно обо всем если вы ее проходите если вы ее досконально с карандашиком изучаете то вы практически становитесь профессиональными конструкторами закройщиками и при наличии определенного количества практики практической работы потому что это повторяю теория вы становитесь нормальными квалифицированными специалистами и море вам становится по колено прошло пять лет и издательство ст решила эту книгу переиздать полностью один к одному теперь она выходит вот в таком вот формате называется она большие маленькие секреты кроя шитья здесь нет диска здесь более качественная бумага она издана на более качественная уже но содержание у нее практически повторяет предыдущую книгу повторяю она является учебником она является началом и для всех я бы хотела посоветовать и пожелать чтобы вы начинали именно вот с этой книги еще издательство ст придумала это более дорогая более дешевую версию этой книги посмотрите что они сделали они разбили содержание основной большой книги на две части здесь теория конструирования и точно такая же книжечка выйдет на днях она уже запущена практически в производство продолжение темы про шитье то есть рассказ о шитье то есть там будет первый вот в этой книжечке как просто шить как выкройки создание выкройок а во второй части точно такой же книги я сама еще не видела но она очень недорогая будет рассказано о том как шить правильно свою вещь вот рекомендую всем начинать вот с этого с этих книжечек дальше в издательстве эксмо нет извините еще продолжение темы примерно через год году в четырнадцатом или в пятнадцатом они попросили сделать вот такую книгу где на примере 15 12 моделей я сам их немножечко покажу быстренько да мы рассказываем не только о теории но и рассказываем о практике шитья посмотрите вот такие вот модели здесь разобраны и на примере вот этих моделей здесь ведется рассказ уже о том как сделать снять мерочки как правильно сделать хорошую качественную выкройку и как еще потом довести эту выкройку до конца на ткани и и раскроить тут и рукава реглан и без нагрудной выточки и брюки и вот такое вот длинное платье юбки солнца полусолнца то есть здесь уже замкнутый цикл то есть вот эту книгу я называю практикой она вот такая объемная достаточно подробно расписано и у меня были девочки которые заканчивали у меня трехмесячные курсы в москве потом когда мы уже позже встречались они приезжали ко мне дополнительно вот с этой книжкой я смотрю она вся у них вот тут вот закладках говорят это настольная книга стала то есть оказывается здесь ответы есть на все наши вопросы вот к ней к этой книжечке прилагалась вот такая прилагается идет вот такая методичка в этой методичке очень коротко и сжата как бы записная книжечка для вас да но она не является главной и к сожалению к моему большому вот здесь допущены ошибки издательством и не откорректирована до сих пор покупать отдельно я смотрю на в продаже есть в интернете вот такую методичку вам нельзя и пользоваться ей как учебником тоже нельзя потому что основная информация содержится здесь что здесь есть повторяющиеся вот из предыдущих книг это построение базовой конструкции плюс нестандартная фигура разбор на нестандартную фигуру это тот блок который я вынуждена повторять в каждой своей книге потому что не все купят все книги не все им доступны и поэтому кому попадется в руки моя книга ваши знания должны быть ну цикл должен быть замкнут то есть начинать надо всегда с чего со снятия мерочек с базовой конструкции и конечно у кого нестандартная фигурка вы должны уметь построить это на нестандартную фигурку поэтому этот блок входит во все мои книги и так дальше идет издательство эксмо после этого в развитии темы они значит у нас идея была такая это по каждому ассортименту одежды сделать вот такие вот книжечки маленькие небольшие великолепно иллюстрированные на великолепные бумаги уже многоцветные они идут подороже но качество подачи материала вот в этих книгах ну просто изумительное отзывы идут великолепные поэтому вы можете здесь видите уже вот с картиночками она многоцветная вот это вот вся история здесь практика опять же если вы хотите научиться шить и ничего никогда еще не пробовали купите вот эту книжечку я вам ее рекомендую и вы просто начнете показ обыкновенной юбочки затем здесь будет про нее рассказано абсолютно все начиная с того как построить эту как вернее снять мерочки как раскроить юбочку вплоть до того что как разложить ее вот вам выкройка да как разложить ее нас ткань на столе как можно эту юбочку такие юбочки простые со шлицы я краю сразу на ткани вот я вам рассказываю как это сделать сразу на ткани как работать с выкройками посмотрите как нанести припуски как нарисовать вытачки как их сметать как сделать правильно пример очку как нести изменения как потом стачать правильно посмотрите как обработать вот шлицу здесь вам показано все и как выполнить осноровку этой юбочки и многое многое другое очень подробно то есть здесь включается и теория и практика то есть технологические все узлы здесь тоже все описаны вплоть до того как молнию пришить в юбочку как обработать поясом как обработать разрез допустим все усилитель там сделать если юбочку вас разрезом и на примере других моделей солнце полусолнце к линиевой юбки показаны самые распространенные фасоны этих юбочек которые чаще всего встречаются в нашей жизни которые живут независимо от моды вне времени и опять же замкнутый цикл как это все не только раскроить но еще и до конца шить и обработать следующем следующей книжечкой стали книжка платье то же самое что про юбки но на примере платье почему-то мои издатели захотели сделать вот очень такую же вот очень такую же практическое издание которое бы позволило не только сделать выкройку опять же повторяется здесь и базовая конструкция построения конечно же снятие мерочек конечно же не стандартная фигурка вот в этой книжечке повторены да потому что это необходимо для платья но вот в этой книге показана уже практика как пользуясь базовой конструкции можно шить не только вот такое платье но и пальто правда без подкладки подкладка у меня еще нигде ни в одной книге не освещена за этим будущее это то чего я еще не успела вам сделать потому что изделие на подкладке вот это например да я тоже шью тоже не так как все ну вот побольше вам себя покажу не такой комплект сделан до изделия на подкладке я тоже делаю его не так как все но здесь вот показано на таких вот и хорошо иллюстрированных страничках показано как это вот например такой комплект я очень люблю вот такие комплекты как его сделать вот такой комплект платье вот на мне сейчас как раз блуза и курточка ветровочка вот из такой из одной ткани компаньонов как это легко сделать я очень люблю вот такие летние пальто пыльники их называют да без подкладки можно их выполнять для того чтобы носить вместо каких-то курточек тривиальных которые носят цвет и быть неповторимыми быть уникальными красивыми и хорошими следующая книжечка которую уже настояла я выпустить это отдельно называется шьем на нестандартную фигуру чем она нужна она нужна буквально каждому это воспитание хорошего вкуса это наше открытие это язык одежды это то о чем я потом снимала видео на ю тубе вы знаете да но это то что должен знать каждый про себя любимую для того чтобы не делать каких-то грубых ошибок для того чтобы выглядеть всегда безупречно красиво получать радость и удовольствие от жизни потому что мир вам в ответ улыбается улыбаетесь радуйте мир вы вы своим внешним видом и мир потом в ответ радует вас но это ли не наше счастье я уж не говорю про то удовольствие что все это можно сделать своими руками значит книга о том как разобраться в себе самой и как если обнаружатся какие-то недостатки значит надо и грамотно скорректировать одежды это делается довольно легко и просто если вы знаете что вам нужно корректировать вот эта книга об этом она тоже прекрасно издана ну качество рисунков здесь составляет желать лучшего на мой взгляд но это тоже наши поиски это наше развитие сейчас учусь рисовать сама чтобы следующие иллюстрации были уже более профессиональными грамотными и действительно реально отражали найти хорошего художника который бы мог отразить вот все что есть в этой голове и правильно это все передать эстетически красиво это довольно таки трудно в одной вот последней книги вот в этой книге мои издатели нашли художника в чехословаке почему-то здесь он не нашелся протестировали много-много говорят девочек художниц но найти было трудно о чем вот эта книга эта книга издательства а ст прекрасно действительно издана кто-то недавно написал мне отзыв на такую книгу да на эту книгу но покажу вам немножечко только буквально что она включает себя вот эта книга большая подарочное издание прекрасно издана она включает в себя вот эти три книги которые я рассказала вам в начале значит нестандартной фигуры платье юбки кроме этого она включает в себя подробный блок о блузках потому что эта книга была подготовлена придумана тогда когда мы хотели маленькую книгу о блузках выпустить и о брюках о разных покроек брюк о брюках на нестандартную фигурку о моделировании брюк и о их шитье блузки тоже идут в развитии информации там о свитшотах о блузочках упрощенного кроя о трикотажных вот это все развитие темы блузок будет вот в этой книге да и развитие темы брюк то есть практические советы не только выкройки но и практические советы о том как работать как хорошо шить называется она вот так безлекальный метод кроя галина коломейка шьем быстро и просто прекрасное издание у кого хватит средств купить вот эту книгу пожалуйста покупайте ее будете довольны и рады опять же повторяю что в этой книге весь спектр информации которая вам нужна то есть это базовая конструкция снятие мерочек базовая конструкция нестандартная фигуры как себя определить какие изменения внести в базовую конструкцию все здесь содержится вот такая вот книга есть в издательстве ст и она продается все эти книги я думаю имеют не думаю я знаю их можно купить в электронном варианте где купить и как купить разные издательства и в интернете я думаю вам вы ответ на ищите там найдете ответы на свои вопросы есть информация о книгах на моем сайте galina.ru посмотрите там может быть это поможет вам как-то сделать этот выбор быстрее насколько мне известно из социальных сетей все вот эти книги продаются даже в нью-йорке на каком-то там русскоязычном издательстве в каком-то русскоязычном сайте они продаются и девочки живущие в нью-йорке тоже могут себе заказать и купить вот эти книги конечно не на английском языке но на языке на русском и в европе и в англии покупали в греции покупали и на украине кстати тоже девочки из киева пишут что можно купить вот эти все книги то есть ищите и я думаю вас получится если вы хотите приобрести какую-то из этих книг но вот на этом разрешите закончить мой экскурс во все вот вот в эти мои книги но повторяю самой главной своей книгой я все-таки считаю вот эту книгу если вы хотите начать знакомство здесь есть все все остальные все остальные книги это развитие вот этой темы повторяю здесь теория во всех остальных книгах практика но практика это уже дело такое ей можете учиться у кого угодно а вот эту книгу просто рекомендую купить буквально ну но всем кому интересно моя методика кроя и так успехов вам мои дорогие ставьте ставьте пожалуйста лайки как принято сейчас говорить до новых встреч всегда ваша галина коломейка